Мы покажем несколько упражнений на коррекцию вальгусной установки стоп. Обычно обращают внимание на то, что при вальгусной установке стоп видно плоскостопие, уплощение стопы. Проблема в основном торсионная. Проблема связана со скручиванием ноги неправильным образом. И именно коррекция скручивания ноги и простроена в этих упражнениях. Значит, начинается все с того, что мы пытаемся повысить тонус сгибателей пальцев. Первое упражнение – копаем землю кончиками пальцев, подушечками и кончиками пальцев. Делаем несколько движений, чувствуем, как пальцы напрягаются. Пальчики немножко подтянулись, да? Такое непривычное место, оно обычно не ВКонтакте. После того, как у них установился повышенный тонус, да, мы чувствуем, что там есть напряжение, мы делаем следующее упражнение. Покачиваем стопу, натягивая ее влево-вправо, сохраняя опору только на пальцы. Делаем это несколько раз, поворачивая коленку и поворачиваясь даже корпусом. Чувствуем, что в пальцах напряжение приведения, отведения. Вот у тебя только пальцы, да, вот ходят, да, вон коленка должна ходить как, да? Корпус тоже подворачивает, только голова стоит, смотрит. После того, как мы сделали несколько раз это движение, мы касаемся пола теперь уже подушкой под пальцами. Переносим опору на подушке под пальцами, все еще не нагружая ногу. Давление на пальцы сохраняется, и мы перекатываемся с одной подушки на другую подушку, с одного края стопы на другой край стопы, посередине опоры в основном на пальцы. С некоторого момента мы чувствуем, что мы спокойно переходим с одной подушки на другую, после чего мы можем опустить пятку. И делаем то же самое, но уже на опоре у нас стоит вся нога, все еще не загруженная весом. Подкручиваем корпус, подкручиваем бедра, подкручиваем колено, натягиваем стопу влево-вправо. Подкручивается весь корпус, подкручивается таз, да-да, ты крутись и туда. Подкручивается колено, то есть мы крутимся насквозь, но подошву сохраняет контакт с опорой. Теперь у нас стопа готова к следующему этапу. Мы полностью перекатываем ее с наружного ребра на внутренний и наоборот, по-прежнему помогая себе, подкручивая корпусом. Теперь мы делаем то же самое, шагая другой ногой. Вперед закручиваемся и назад закручиваемся, перекатывая стопу с ребра на ребро. Сюда ушел, коленка там осталась. То есть коленка смотрит все время по стопе. Так, чтобы у тебя вообще стопа опрокидывалась, ты чувствуешь, что она вообще валится туда. Коленка внутрь напряжена, а когда обратно уходишь, она наружу напряжена. Наружу ее дави, да-да, вот. И теперь последнее упражнение, собственно, ради которого мы все это и делали. За шаг и от шаг, без отрыва подошвы от опоры. Следим за коленом опорной ноги. Оно не должно валиться ни внутрь, ни наружу. Должно двигаться в одной плоскости, в той же плоскости, в которой находится стопа. Это требует поначалу визуального контроля. Смотрите, следите за ногой. Если мы вдруг оказываемся на пляже, то имеет смысл следующее упражнение. Мы должны вспомнить, как ходят лошади. Присмотреться к последней фазе движения ноги, когда они подбрасывают землю копытом. И делать ровно то же самое с песком на пляже. Длинные копающие движения. Песок должен лететь немножко внутрь. У тебя и опорная нога держится, и та, которую гребешь, тоже держится. Они обе за землю вцепились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова